Пошла такая пьянка. Реш, последний огурец. Баня фиганя, прачечная фигачечная. Мне нравится, вам нравится. Мне не стыдно за это. И вам в кайф. Говорите, говорите, говорите. Хороший мальчик. Просто взял 4,4, да? А так мы берем 3,6, 3,6, 5,4, 3,6. Так. Олег Анатольевич. Дорога. Это пожарный проезд. С щебенкой сыпанной еще будет отсыпаться. Здесь всю зиму чистится. Вот тут вот, там асфальтированная дорога. Этот колышек, это граница нашего участка. Вот этот забор, он немного неправильно стоит. Сюда он идет. Размеры скажу. Вот. Этот вагончик на нашей территории стоит. Электричество подведено. Каз тоже у нас нет проблем. Здесь у нас весной протекала немножко Канара. Участок никогда не застраивался. Относительно ровный. Вот такой. Эти соседи, которые с этой стороны, вот их дом, он не хочет, огромный час, так они его продать никак не могут. Соответственно. Почему? Потому что у нас нет подвездных путей. То есть у нас сюда дит будет открыт. Так. Значит, 25 на 38, 39 размеры участка. Муж с отцом копали, не копали. Бурили сами. В нескольких местах лунки грудового, да? У нас находится на расстоянии 1,3 на глубине 1,3. Значит, вот этот старый сарачек стоит его под снос. По сторонам света здесь у нас получается север, восток, южная часть. Это все долго я участок выбирала, чтобы была освещенная вся часть. Здесь уже соседей никто не будет. Это был один из моих постулатов. Я не хотела, чтобы кому-то на забор смотреть. Вот. И здесь закат, запад, красивый вид. Так. Значит. Что далее? Далее за... Вот этот забор, он уже находится правильно, по границе участка стоит. За ним у нас идет вот такой вид. Тут деревья. Так. Там протекает очень маленькая, не глубокая речка. Здесь, наверное, не поднимается, ничего. Наш участок под охрану зону не входит. Самое шикарное место. Убираемся немножко. Это ваши детки, да? Орут. Убираются. Класс. Вот. 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 Вот всего. Два литра-то проезда. Не, ну фантастика, слушайте. Первая береговая линия. Здесь, вот где колышек. В этом дизайне сделают забор вообще. Самая гениальная граница участка. Ну, для нас это не страшно. Мы можем отсюда начать. Вот смотрите. Я сейчас... Все классно. Значит, я вот... Вот это у нас четыре, два, четыре. Три и шесть, три и шесть, пять и четыре, три и шесть. Один и восемь, три и шесть. Три и шесть на четыре. Четырнадцать и четыре. Это вообще хорошо. Вот санузел. Детский. Угу. Вход сюда, вход сюда. Ванная улезет. Улезет. Вот здесь мы сделаем чуть побольше. Сыграем еще. И вот это вот сейчас. То есть здесь вот шестнадцать на десять. У вас сколько было? У меня было шестнадцать на одиннадцать. Шестнадцать... Один и два, а у меня шестнадцать и два. Я влез в те же площади. Да, да. Но зато мы добавим вот это вот. Пять и четыре на пять и четыре я бы сделал. Вот так. Гостиная. Вот где мы добавим. То есть я не увеличил линейные размеры. Да. Добавил здесь. Вот у вас раскрытие на ваш участок. То есть вот навес для машин. Здесь калитка. Вот мы делаем вот так. Угу. Котельная, прачечная, фигачечная. Вот это вот. С окнами. Вот так. Вошли. Гардеробная. Вот она. С окнами. Вот. С окнами. Ради бога. Здесь можно выпить утренний чай. Гардеробный. Все. Валяйся. Дети вот они. Солнечная сторона. Солнечная сторона. Все. Все. Вот ваш этот блок. Замечательный. Угу. Вот ваша кухня. Кладовая. Нету ее. Ну вот. Ну и без нее. Можно тут чуть-чуть отжать. Ну вот тут вот. Ну тут до хрена места. Там сделали одну там вот эту вот. Где у вас там будет все это вот. Хотя вот. Ну вот это вот. Проходить вот сюда и. Вот здесь и телевизор. Здесь вот стол. Вот. Диванная группа. Там что еще есть? И вот мы проходим. У нас нет этого коридора. Вот так. Да. Ну вот эту вот гостиную все-таки делаем, как я вам показал. Да. То есть выход на участок. И здесь вот можно уже не делать пять ступеней, три ступени. Вот вы въехали. Вот у нас будет двускатная крыша. Вот такая. Вот конек по центру. Цвет сделали по метру. Снег вас не будет заваливать. Угу. Вот так. А в этом месте вот вы сделали то, что я вам показал. Можете прогреть вот эту вот летнюю посадку. Здесь вот так. А это вот у крышка. И это у вас там теплый контур. Вот он, да. А вот это вот летняя посадка. Ну вот даже три метра. Мы сделали все равно, что дохренище место. Вот. И вот это вот. Мы идем вот сюда. Опять же, как можно сделать? Там вторая очередь, третья. Баня Фигани. Вот вы можете вот сделать. Вот у вас ротонда, беседка. Допустим, это баня. Это вот площадка, кухня летняя. Это вот, вот так сделать. Даже вот так сделать. Вот. А это летняя посадка насквозь. Но под крышей, допустим, да. То есть вы здесь вот большой там стол. Здесь готовите шашлык или что там. То есть вот эта вот история, это вот уже сабантуй здесь. Вот он. Летом. Какая-то вот такая. Здесь вот вы делаете красивый этот самый спуск. Опять же, я здесь заткнул эту перспективу. А можно и не затыкать. То есть. Да. Хотя вот эта вот эта вещь вот на просвет. Вот так вот. И тут вы сажаете эти самые свои там эти яблони. Дорожка одна, дорожка вторая. Вот так. Даже чистить с них зима не надо никуда. Вот так. Здесь не надо чистить. То есть вот эта вот тропинка одна вот сюда. Тропинка вторая. Здесь вы делаете какой-то там розарий. Не знаю, что там вот эти яблони слева-справа. Или тут вы посадили какие-то эти самые проекции. Ваша спальня здесь, допустим, да. Вот так. То есть вот. А это вот прострел туда. И отсюда вы пошли. Просиво спустились вниз. В дизайне там, в принципе. Да, я тоже знаю. Вот. То, что вы приехали, это классно. Вот мы сейчас, в принципе, пришли к консенсусу, да. Угу. То есть вы сэкономили, потратили время на дорогу и деньги на дорогу. Но мы сейчас тут вместе, да. То есть сейчас бы мы в течение месяца туда-сюда все это рисовали. Так вот мы за пару часов сочинили дом. Вот. Концепция дома. Она жизнеспособная. Мне нравится. Вам нравится. Мне не стыдно за это. И вам в кайф. Вот это вот все вот. Хорошая история. То есть мы сэкономили, опять же, из Новосибирска к нам приехал этот Абрахмастан, да. Полстраны откликнулись на этот Абрахмастан, какие-то дали какой-то вот мне тоже толчок. Нельзя смеяться над этими, которые немножко по-другому мыслят. Конечно, да. Ну вот в этом есть какое-то здраво... Ну оказывается, ну все вот эти вот, ну наши эти вот храмы, мечети, они все имеют один и тот же вот Брахмастан где-то в центре. У нас тоже вот чуть-чуть Брахмастан хватило. Вот тут тоже у нас, да. Ну это слишком умные мысли, но вот совершенно классно получил все-таки центр дома. Вот эта схема есть, да. Связываемся с Рамелем. Он даст нормальных архитекторов, чтобы они это просто вот вычертили. Сделали там дальше рабочие чертежи и вам построили. Можно так сэкономить деньги. Но не дай бог они начнут там вносить изменения. Просто бейте по рукам. Потому что тут мы нарисовали дома, сейчас снимем этот фильм. А вот это же все внутрянка, да, это без несущих стен. Это здесь, нет, это вот у нас, несущие стены вот, видите, вот они. Вот. Вот. Все. Тут это вот. Еще? Вот. Это вот так. Да. Это контур, да. Здесь у нас восемь метров. Здесь вот мы можем сделать просто вот еще одну несущую стенку ставить. или вот так поставить. Ну вот. Подскажите, пожалуйста, можно ли в двухэтажном доме установить лестницу на второй этаж сразу рядом с входом? То есть второй пролет лестницы будет прямо над головой в коридоре. Грубо говоря, как раньше в хрущевках при входе в подъезд. Хочется так сделать, так как на первом этаже одна семья живет, на втором этаже другие люди будут жить. Это легко делается. Мы так делали. Садьба Захарова. Мы так сделали. Входим под лестницей. Это обычный прием. Очень удобно. Входишь под. Только там, естественно, надо делать не как в хрущевках, потому что можно шибить голову, а спокойно рассчитать. Два двести, два четыреста можно сделать и справа будет уже можно будет раздеться. То есть можно даже такой тамбур получается при входе. Это очень удобно. А гардеробная вот это получилось, да? Не, ну сейчас вот это у нас вот. Гардеробная так, а это вот санузел. Вот он. Вот так. То есть мы можем вот эту стенку сделать еще один. Капитальный. Это томач, конечно. Пролеты маленькие. Если мы делаем 3,6, да? Это 7,2. Перекрыть можно. Так, тогда у меня получается кухня отдельно от гостиной получается, да? Нет, нет, нет. Это вот. Здесь просто балка. Ага. И все. А вот это вот в одноэтажном доме, даже если мы сделаем вот эти перегородки 120, я думаю, так. Сейчас, да, сейчас конструкторно-армированная кладка 120. Угу. И мы спокойно это монолитное перекрытие сделаем. Угу. Не нужно будет там заморачиваться. Вот только здесь вот нам надо вот это сделать, чтобы сделать вот этот вот фасад. Вот. То есть вот у нас будет вот такая вот крыша. Вот я сразу ее с летней посадки рисую. Это можно сделать вот опять же, или можно сделать вот так. Опять же, в контексте забора это поставить. Они могут откатываться влево-вправо или там вы уже сами там разберетесь. А здесь вот трактор прошел, прочистил, вы из дома выехали, и все, и большой привет. Но вот эта вот тема, она вся получилась. Мне все нравится. Класс. Вот так вот. А это вот. Я хоть пытаюсь посчитать 10 на сколько? На 16. На 16. И все есть. Тоже я ваше вот все. Да. И это по внешней получается, да? Я посчитал еще по внутренней. По внутренней пока. То есть еще плюс там 56 сантиметров. Нет, но я это вот просто выживаю. Я тоже все с внутрянкой. Вы по внешней, да. Да, я по внешней. Вы по внешней. У меня по внутренней. Ну, чуть побольше. Ну, ладно. Ну, мы сразу решаем проблему автомобилей. Решаем вот это вот. Ну, это надо сделать сразу вот это вот. Чтобы гостиной была гостиной. Ну, это вот уже по-человечески. Вот эта хорошая история вышла. А это там дальше уже дорожные карты. Это уже по мере поступления. Денег. Вот это все хорошо сядет. Дальше у нас вот эта река. И дом раскрыт. Вот это хоззона. Там. Все будет освещено. Прекрасно. Пусть. Да, вы правы. Здесь даже этот юг. Тут уже сделать аптекарские огороды. Эти все эти. Вот это вот. Вот у нас четко центр. Зацепили. А тут вот хорошие пропорции. Может быть даже десять. Не знаю. Где ты что? Вот там. Десять и десять. Взять вот это. Да. Двор вот там. Здесь и на юге можно позагорать. И сюда пришел позагорал. И посадить что-то можно. Вот и солнце. Да. Вот все. Здесь же все-таки те нелюбивые растения здесь. Можно было бы сделать вот опять же вот гостиная здесь, а кухня здесь вот так. У-у-у-у. Сейчас. Пошла жара. Пошла такая пьянка. Режь последний огурец. Да. 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 То есть вот. Кстати, раз уж мы раскрываем это всё. Вот. Вот тут мы тогда 5-4 этого хватит. У вас будет гостиная вот так. Угу. там не будем зажиматься, а вот это вот у вас будет кухня-столовая, и здесь вот даже получится вот это самое. Кладовка влезает. Да, здесь такое, дети, получается, вот впритык уже к вам, это нехорошо. Да. Так, ну тогда это может быть вот так еще. Вот сюда, кухня-гостиная, вот это ваш блок, а детей вот слева-справа, вот здесь. А вот кухня-гостиная, то есть вот еще версия, мы так сейчас можем до бесконечности рисовать. И тогда вот из кухни выход на вот эту вот, на солнечную сторону. Летом пьем чай здесь, завтракаем. А это вечернее солнце. Пока будем ходить. Ну вот, и тогда у нас вот просто этого, коридоров просто нет. А здесь сколько у вас заключилось? Ну 5,4 сейчас мы пока оставим. Да, сейчас, сейчас вот давай. Вот так как я брал, не знаю. Малый 50. Сейчас, сейчас все будет. И рисуем еще вариант. Нет, давайте поедим. Точно, кстати, все у нас остывает. Ну попробуйте-ка бурсак. Бурсак. Ладно, как. Сосучи, в детстве. Хороший мальчик. Так, вот вариант второй. Значит, вот у нас так. Это уже 10-й маль вариант. Красный. Это только нет. 4,2,4. Тут-то уже смело можно делать вот эти 5,4, да? Это ваша спальня. Вот это, собственно, это ваше пространство. А это уже дети. Так вот здесь единственный проход, наш блок через это все, да? Это ваше. Вот тут никто вот это. Это ваше пространство. Да. Для этого кто-то. То есть это ваша квартира условно. Вот она. Да. Вы тут можете дверь поставить и все. А здесь кухня. Вот вы поставили вот так вот ее. Вот здесь вот большой стол. Вот он. Там еще остров мечты влезет. Есть и остров, да ради бога. Вот он будет вот так вот и стол. Ну, стол тогда будет. Да. Чуть-чуть. Да. Тогда вот будет слишком эротично это вот так. Вот это вот все. Ради бога. Вот. И здесь вот вы вышли. И вот вы тут вот у вас 10 и 10. Вот так. И весь участок работает. Здесь прекрасно работает. Дети проходные. Пришли-ушли. А вот это вот все ваше. Здесь только надо им в санузел еще придумать где-то. Вот. Здесь эти две машины. То есть вот еще версия вот такая. Тоже. Надо было быть. Это уже сами вы порисуете. Да. Кстати, вот это вот. 5 и 4. 3 и 6. 3 и 6. 3 и 6. Не спешим, спокойно рисуем. То есть вот этот вариант как бы 100%. Вот это зашел вообще. Он проходной. Нет, тут тоже нравится. Тут просто с санузлом непонятно. Где ты. Ну а где ты? Вот тут и делай. Ну вот он. Вот это вот гостевой санузел. Он же и санузел для этого. Вот так вот. Вот так вот. Вот это вот у нас там будет. И с окном тут все это будет. И тут уже не надо будет делать вот это вот. Портал здесь прямо ходим. Мы напрямую. Топочная. С постирочной. Не зашел в руки сразу, по-моему. А там хватит что ли? Вот. А вот тут у нас вот. Бардеробный. Да. Тут получается 2 на... Ну это метр восемьдесят и метр восемьдесят. Ну здесь опять же там можно все это еще поджимать. Ну вот как версия вот еще. Она рабочая версия. На две стороны. И вообще коридор. Вот у нас коридор только вот он. Все. А это вот мы попадаем в шикарное пространство. Двусвит. Вот такое вот. То есть вот у нас это. Здесь уже делаем так по крышу. Да. Вот так вот. Вот у нас будет вот так. Офигенное. Двускатное. Делайте метр двадцать метр. Но это опять же надо с Рамилем все-таки. Чтобы он дал приличного архитектора. Что там с ценам в Москве, цена в Казани. Две большие разницы. А у нас еще дешевле. У нас есть, честно, есть уже. Кто это будет делать? Не дай бог там пойдет народное творчество от них. Потому что тут они сейчас изуродовали проект. Поэтому вот. Я вот только все сама. Все сама. Изуродовали проект. Я нарисовал. Там они какая-то там. Просто такой мрак. Сейчас будем ругаться на этих казанских зодчих. Вот это вот классная история. Тоже на две. Здесь этот кострище можно сделать. Вот опять же. Ну, даже по центру вы посадите. Все равно будет круто. То есть он будет работать на... Вот у вас весь участок задействован. Казалось бы, 10 суток, да? Столько мостов есть. Чтобы я так жил. У меня вот... Вот это вот кострище. Вот это вот, да? Если летом вытащить стол. А вот это вот уже пошла лирика. Спускаемся к воде, к реке. Здесь вот ваша ротонда. До обеда гуляем здесь. После обеда плавно все перетекает к речке. Делаете там запруду. Вот такую вот. Купальня. Здесь эти самые. А тут снова ручеек вот так. Лодочка. Все. Дети плавают. Там эти ивы. Вот такая. Даже по центру посадить вот этого. Вот геометрии, да? Кстати. Посадить по центру. И вот он работает и туда, и сюда. Частный дом. Стены из керамзитных блоков. 45 сантиметров. Тем не менее, зимой в доме холодно. Перерасход газа. Какой утеплитель фасада выбрать? Минеральная вата или пенополистирол? Какая толщина утеплителя? Значит, смотрите. Вам нужно... Это Белоруссия, да? Да. Обратитесь к конструктору. Он сделает расчеты и порекомендует нужный материал. И какая там должна быть толщина? Конструктору, а не умеет делать теплотехнические расчеты. Можно, конечно, тупо обшить блокхаузом. Заложить минимум хотя бы 100 утеплителей. И сделать не керамзитобетонный дом, а деревянный. Вот вы это думаете сначала, а потом строите. Никаких коридоров. Вот это ваше мир, ваше пространство. Даже если как-то получится у них и продать, это не страшно. Как на фига вообще? Да. Алик Анатольевич, вы просто супер. Да, да, да. Вы просто супер. Говорите, говорите, говорите. Нет, ну я... Нисколечко не угол, профессионал просто своего дела. Я год была на вас подписана. Я пересмотрела все ваши видео, у меня весь телефон в скринах. Вот учитесь, понимаете. Ну вот все-таки заказчики понимают, что это их деньги. Приезжал из Казани. Нет, не с Казани. Из этого... Не с Казани. Нет, нет. Он приезжал с набережных Чувнов. Да, молодой человек. Я тоже смотрела. Светленький такой. С чак-чаком. Да, да. С кибутейкой. Все. Да, да. И то, что сделала местный архитектор, там просто изуродовала. Просто я не понимаю. Там все нарисовали, все объяснили, все по клеточкам. Класс. Короче, все мне нравится. Так что? И мне это нравится. И то нравится. Просто смотрите, вот идеальная история. Ну вот это тоже классно. Да. Потому что вот это очень интересно. В одном высоком объеме, здесь у вас где-то 5,4, на 5,4 высота будет. Объем шикарный. Да. Это гостиная, воздух, все вот это. А что второй свет не сдался здесь, наверное, да? Вот это и есть второй свет. А вот так и будет? То есть у нас какие стекла-то как будут? Это вот у вас сейчас рисую фасад. Это будет вот так вот. Да, мне интересно, фасад будет перебить. Вот у вас это будет вот так вот. Вот здесь машина встала. А вот это вот ваше пространство. Вот оно, гостиная. Вот так. А это вот крыша. Здесь окна. Пол вот такие вот может сделать. Окна большие, здесь поменьше. Ну как там, я бы показывал. Это ваша спальня. Тоже можете окна в пол сделать, чтобы утром встал и пошел по траве. Фальцевую кровлю тоже постарайтесь сделать. Так, а здесь же выход будет на этот участок. Здесь не получится такой, наверное, кому-то или получится что-ли? Мы сделаем вот двери вот так, вот так можно сделать слева-справа. А эти сделать глухие, допустим, да? Вот эти. Ну большие панорамные вот это, чтобы было. И там панорама, и там панорама. И тут вот выход на... Ну вот сделать вот, опять же, постарайтесь вот это вот. Потому что это кайф будет. Если вот это кухня, это вот гостиная, и мы не смешиваем вот это все. Идеология остается вот опять же, вот это вот утреннее солнце. Вот оно, вы хотели. Мы пришли к тому, что все получилось. Вот это вот будет такой вот. Рамиль говорит, что в Казани там не любят газобетон. Все дома кирпичные. Давайте посмотрим ваши картинки. Мы будем с керамоблока все-таки. Ну, керамоблоки ради бога. Просто сейчас вот все-таки в водилке... Это примерно просто, как я все это видела. Просто в водилке все-таки хочется... Что там еще? Понимаете? Вот чем отличается русский дом от татарского? Схемы одни и те же. Они более яркие, более яркие. Красный кирпич? Нет, красный кирпич, это вот меня от него. Я тоже не люблю. Раз вы любите его, он вообще... Нет, я его тоже не люблю. Все-таки, когда мы рисуем вот эти вот деревянные элементы, вот это вот дерево, вот это вот, да? Все-таки красите вот эти вот яркие какие-то вот... А почему дерево? Ну, все равно вот это же мы делаем в дереве. Это будут все эти конструкции в дереве. Вот их красить, терракота, вот эти вот. Ну, вот чтобы он был яркий и более позитивный. Вот в Татарстане дома. Они отличаются от нашей эти. Избы серые, черные. Мало кто украшает их. Вот, опять же, более яркая история. Не получился у нас барак? Нет, ожидает, это из-за навеса так? Нет, нет, вот это вот у нас вот барак. Все будет нормально, вот это вот. Я же еще изучила розу ветров. Нет, ну мы здесь все собрали. У вас еще не будем забывать. Есть акцент. Да, это простая плашка. Она простая плашка. Там это вот то, что мы изрозовали дом этот, который я нарисовал. И зарезали весь план. То есть эта крыша будет непонятно что. А так вот у нас. Яндовое. Идут пересечения одно в другое. Но зато мы получаем вот это шикарное пространство. Мы через него проходим, коридоров нет. Полно светом. И у нас все вообще сошлось. Все звезды сошлись. Спасибо вам. Давайте, мы все-таки сделаем эту штуку. Рамиль Юсманов, он даст там архитектора, конструктора. Но здесь надо все по-взрослому сделать. Я так мечтала к вам попасть. Почему я не сделала этого раньше? Совет всем, кто только думает, не тратьте время. Лето идет, не мучайтесь, не смотрите в интернете, в Яндексе эти, извините, дебильнейшие проекты. Обращайтесь сразу к профессионалу своего дела. За два часа море вариантов. Это просто огонь. И положительных эмоций. И попили, и попили. А, мы еще не спели. Я скоро поеду в Казань. Я где-то понедельник-вторник поеду в Казань. Так, дорогие друзья, видите, как все удачно сложилось. Сколько времени мы сэкономили. Так бы мы сейчас месяц перекидывались бы этими эскизами. Не понимали бы друг друга, злились бы. Почему там нет у меня утреннего кофе на... А так у нас и утренний кофе есть, и фасады посмотрели. И шашлык вечерний. И, оказывается, участок идеальный. Он просто идеальный участок. Ну, это чтобы я так жил. Первые береговые линии, ребят, на это космос. До встречи, дорогие друзья.